здравствуйте 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 сергей спасибо большое за ваше время я немножко представлюсь я я сам из белоруссии из минска москве был жил месяц по массажировке много-много лет назад медико-биологический профиль я много наукой занимался в этом плане в основном это нейробиология была и молекулярная биология вирусология масса всего было меня интересовала всегда проблема памяти я очень много занимался именно нейробиологические аспекты памяти и квантовые аспекты памяти но так постепенно я начал интересоваться и очень много читал по аспектам квантовой физики в этом отношении но и дальше проблема гравитации стала тоже интересовать в этом отношении то что как-то взаимосвязано получилось в этом плане я ваше видео смотрел несколько довольно интересная концепция вот эту статью что я вам прислал и новая ваша статья очень детально буду просматривать завтра я хочу полностью просмотреть в этом отношении а можно по вопросу спросить мне ваша точка зрения очень интересно сейчас вы где и чем занимаетесь я сейчас но в основном это администрация медицинская феникс аризона разбежка 10 часов он минус 10 часов наверно по вашему времени понятно но сейчас скажу это между калифорнией и мексика это сам граница с мексикой но это далеко на эти материалы вы как вышли что откуда я расскажу у меня есть хорошая родственница она постоянно вот просматривает фактически я и мичио кокос много видео просматривал свою бытность и морган фриман он тоже цикл этих научно-популярных лекций по разным аспектам в этом отношении но и фактически она мне переслала несколько ваших видео а я начал по ключевым словам смотреть и вот я посмотрел ваше видео именно вот черные дыры и гравитацию и вот меня вот ваша концепция гравитации вот очень интересует потому что яма сочетал довольно интересных научно-популярных даже фундаментарных статей каждый описывает гравитацию как может вот я вам даже могу переслать интересные ссылки даже последний вот эти от там одного интересного ученого который пытался объединить эти четыре основных взаимодействия но гравитационные анодки вот одно трудно описаем ну за это даже на близкую премию дали хотя я не знаю за адресе эти гравитационных волок и фтор над этим работал очень долго нет интерфером интерферометры разработали этот гигантский который фактически якобы обнаружил отклонение полезен гравитационных волокон как-то все это честно сказать она тоже как-то натянута все это поэтому вот и вот я вышел на ваши видео вот вашего телеканала youtube канала и и начал я просматривать видео фактически я любые точки зрения интересует меня в этом отношении даже не общепринятые не признанные потому что до сих пор же это концепция не не до конца в общем понятна в этом отношении тут масса белых пятен и фактически каждый пытается создавать свою теорию много этих физиков я понимаю что вот я смотрел ваше видео довольно интересно как вы разделили на две группы людей в этом отношении да это интересно вот меток вот пару вопросов тогда и возникло вот в плане гравитации вот чтобы мне посоветовали посмотреть из ваших вот видео и публикации хочу разобраться с вашей точки зрения очень тогда ну что посоветовать смотрите все тут как посоветуешь фильмы гравитация есть четыре пять фильмов пять серий с них наверно начните а дальше ролики просто смотрите пространство нематериально искривляться на не может я эту точку зрения вашу но в общем она интересная и вы не признаете ли большого взрыва я абсолютно согласен я даже сообщал с этим физиком новосибирскому тоже сторонник этой идеи как и я фактически что теории регулярности и из ничего возникло что-то разлетелось и летит это конечно да очень натянутая даже абсолютно согласился потому что расширение вселенной это тоже такой дискутабельный вопрос разлет матери наиболее оптимален как вроде это разлет наблюдаемой части вселенной и не факт что это разлет это трактовка результатов косвенных результатов которые могли бы свидетельствовать и могли бы и не свидетельствовать сама вселенной не может разлетаться а вот это она считает что скорость это максимально а как вы как вы допускаете это максимальная скорость или допускается выше скоростной скорби допускаете в существовании сердце краси для чего вопрос для передачи воздействия пожалуйста возможно сверх световая а для перемещения частицы пожалуйста скорость света она в среднем по вселенной это скорость постоянно в системе отчета связанная со средним вектором перемещения масс это не с любой системой с чего-то связано только с одной тярка с одной то есть то есть для материи сверх световой скорости нет а для передачи взаимодействия допускается гравитация это моментальное дальнодействие моментальное дальнодействие да но больше скоростью света это научный факт известный во времена ньютона еще понятно хорошо а вот такую точку зрения хочу спросить вот я много интересовался проблемами памяти воспоминания прошлое то есть в этом существует масса концепций что есть мы помним прошлое то фактически наверняка наш мозг каким-то образом или материализовать или как-то взаимодействовать соматическая память то есть то что мы помним это наверняка не в нашем сознании существует не пределах то есть фактически если мы взаимодействуем с прошлым значит она возможно и материал этот точка зрения а вот исходя из вашей концепции если это так допускается невероятно что существует прошлое или оно может быть воспроизведено то есть вероятность возможности создания машины времени прошлое не может быть материально материальным только наш действительный мир вот все воспоминания о прошлом это только воспоминания не существует отдельно взятого материального прошлого что касается концепции что возможно со временем что невозможно со временем перемещение будущее возможно в прошлое не невозможно грубо говоря от сегодняшнего старта вас возможно две динамики замедления процессов ускорения процессов в одном случае вы попадаете как бы в будущее по втором случае вы как бы тормозить и попадаете и отстаете от процесса, протекающего за бортом. Вот это можно моделировать. Можно застопорить процессы в вашей частной системе. Тогда события за этим контуром будут проходить в обычном темпе. А вы будете медленно тут находиться. Либо вы можете в данном контуре ускориться кратно. Решать там какие-то нужные вам задачи. А за бортом будет все медленно течь. Я понимаю вашу концепцию. То есть вероятно создание технологий способны переместить или воссоздать в прошлое. Вы считаете, что это практически нереально? В прошлое невозможно переместиться. Это фантастика нереализуемая, невозможная на практике. Это совершенно точно. Ага. Понятно. Хорошо. Спасибо огромное в этом. Но за вашу точку зрения. Это факт. Но уж это не только точка зрения. Ну понимаете. Вот сейчас масса статей про этот аспект. Мнения млекопитающих не всегда являются фактами. Ну это понятно. Гипотезы, скажем так. Гипотетические. В этом отношении. То есть гравитационная взаимодействие сверхсветовое. А скажите, вот м-теория, теория балка, брант, вот этого отношения. Очень много людей по этим аспектам работают. И вот в этом отношении. Саспент, я знаю, с Калифорнии много занимался. Митчелл. Измитчелл, она должна в шимулиарной книжке. А как ваше отношение именно к амптиории? Ну формально это. К теории струн? Да. М-теории вы называете теорию струн? Ну формально так оно и есть. Понял. Я просто не сталкивался с таким определением амптиория с таким термином. Ну теория струн это фифло. Это недостоверный материал. Это обман. То есть они материю в общем ну фактически разделили ну как ее как будто струн которые вообще микроскопические. И каждое колебание в зависимости от этого фактически определяет к амптиорию шума. Я в курсе, что они определяют. Но это все недостоверное неразумное копошение в околонаучных материалах. Вот не векторная передача физического воздействия заложена в рамках этой теории. Не векторная передача физического воздействия. Это не силовое. Но это вот представьте, что вы пытаетесь толкая удава в хвостик носом удава сдвинуть бильярдный шар. Это ну нереальная схема, да? Насытить всю Вселенную данной передачей воздействия это ну такой вообще не то, что нелогичный это вообще никудышний полет мысли неудачное направление. Люди не смогли сосредоточиться. А за этим за всем предполагается что? Что фундаментальные взаимодействия передаются этим способом. То есть каждая из взаимодействий в нашей Вселенной передается этим способом. То есть множественные удавы вялые удавы не способные передать воздействие передают воздействие. Это полностью несостоятельная точка зрения несостоятельная версия не смышленная версия. Ошибка на уровне есть у нас понятие сила и воздействие. Люди не понимают на фундаментальном уровне что такое сила и воздействие огородят струны и получается это не лепится с массой гравитация естественно каждая масса существует совокупно с полем все полевые воздействия фундаментально на природном уровне являются гравитационными это самый сильный тип взаимодействия не то что пишут в энциклопедиях сейчас это ребята не смогли сосредоточиться ошиблись и записали гравитацию самое слабое взаимодействие произошло это из-за привычки с нейтоновских времен считать гравитацию как взаимодействие двух тел исключая при этом все остальные тела во вселенной но если мы просто совокупность всех силовых векторов возьмем это фактически представляет собой гравитацию и каждый элемент фактически да то есть это просто совокупность фактически всего мгновенного взаимодействия в этом потому что да я никогда не забуду это интересное сравнение что магнит но обычный магнит поднимающий волку то есть его сила намного сильнее чем гравитационное фактически взаимодействие между землей да то есть считали что микромагнит да намного сильнее из вашей концепции гравитации на это как поощрена ваша точка зрения что-то самое сильное западе если я буду детально изучать в этом плане а у вас статья вы сказали статьи есть опубликованная а можно у вас есть в этом отношении я вышел свою маленькую интересную статью тоже по физическим аспектам и когда-то интересовались проблемой то есть была такая интересная концепция шаровая молния это проявление микроскопической черной дыры вы даже не интересовался ну вот не серьезно да да вот в этом была масса публикации опровержений вот но тунгусский метеорит очень долгое время считалась одна из таких теорий что это микроскопической черной дыры это далекая пункта в детстве или восьмом году это произошло по-моему понятно народ резвится понятно в этом отношении вот я вот долго время этим интересовался вот но постепенно вот как хобби стал интересоваться вот именно квантовой механикой а квантовая механика вот ваша точка зрения вот это научная концепция это полностью ложное направление мы обзор пока поэтому не давали ну как бы сильно даже не торопимся давать не торопимся давать то есть потому что все вопросы хорошие вопросы то почему задавать всегда можно то есть то вопросов было много да потому что одно время даже вы знаете даже я абсолютно скажем но я когда-то хотел быть физиком но так сложилось что я пошел в гуманитарный институт вот и уже вот буквально много лет назад уже тогда масса вопросов возникло отношения с теорией относительности в этом отношении и вот масса вот таких даже было интересным точек зрения что эта теория она вела физику в тупик потому что она создала такие рамки своей опытности с которых в общем нельзя было выйти она вот прямо как вот как в тюрьму физику заключил вот так можно сказать хорошо звучит хорошо звучит ваш этот тезис тюрьма физики да ну вот я бы так даже сказал не маним они это с ним не принадлежат одному моему хорошему приятелю вот он он катушками теслами занимался свою бытность вот он любил эту тему вот он тесла любил вот мы тут делаем с ним очень много говорили про это обновленное взаимодействие я с ним абсолютно согласился что квалификационное взаимодействие да она мгновенно и туда же вопросов это давно в практической точку зрения вот но вы ученые ну так сказать но предъявили в этом плане вот и я буду практической после этого стал считать вот я согласился с ним что теория относительности физику в рамки было просто в рамки из-за которых вот нельзя выйти и она затормозила развитие прогресса вот как сказал мой хороший приятель она заставила на человечество зависимых зависимым от углеводородов перестали искать опоя перестали вести с работы в поиске альтернативных источников энергии в общем как-то вот вот в этом направлении все пошло вот после того как это возникло вот это такая концепция всегда существовала я придерживаюсь и я она ну вы знаете ну что то там уж есть но сканальт гравитации не могли давать особо сильно когда попытались стали возникать масса разных теорий струн еще чего-то в этом отношении в конце концов до получилась полная каша это вот то что я в конце концов понял то есть не могли женить квантовую механику с теорией относительности и это пытались это пытается делать до сих пор вот одной одной из этих ученых я из мургана фримана вот передачка услышал он пытается объединить четыре взаимодействия и он даже концепцию со всеми вышли с этого интересного этого эту точки зрения вот может можете если будет интерес можете посмотреть в этом плане вот вот такой хоббит фактически меня получилось ваши ваши видео очень интересные на самом деле вот вы знаете они даже через ту точку зрения они заставляют задуматься они на самом деле заставляют задуматься вот то что я раньше считал сейчас очень масса сомнений возникла вот просто вот даже хотя бы поэтому их надо смотреть просто они позволяют думать уже потому что все может довольно не так как преподает и может все намного проще чем пытаются усложнить но вот такая точка зрения спасибо за точку зрения в этом отношении огромное спасибо за ваше видео я буду детально изучать гравитацию у меня наверняка возникнут вопросы и я вам напишу в мэри вайбери то есть у меня будет этот спасибо за вашу ответ на вашу точку зрения очень интересно спасибо удачи спасибо большое спасибо до свидания спасибо иметь не одно значение значит не иметь ни одного значения если услов нет значения значит утрачен всякая возможность рассуждать друг с другом а в действительности и самим собой ибо невозможно ничего мыслить если не мысли что-нибудь одно это первый закон в логике но 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 дуракам закон не писан если писан то не читан если читан то не понят если понят то не так сосредотачивайтесь подписывайтесь на наш канал разносите нашу информацию по интернету с вами был Виктор Катюшек телеканал научный трибунал субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok